Продолжу, что-то прервалось мое видео. Вот, и моя знакомая говорит, я хочу на воду вид иметь со своей квартиры, значит, хочу выпить кофе утром, глядя, значит, на воду на какую-то, либо на море, либо на канал. У нас же здесь еще и каналы есть, как реки. Вот, и она, значит, пыталась найти. Ну, когда ей предлагали, через агентов, конечно, здесь все это делается, когда ей предлагали вот с видом на море типа такую, она говорила, нет, потому что ночью ты не видишь ничего, то есть, это чернота, это пляж-то, он не освещается, в принципе, но освещается вокруг вот отеля, вокруг дома, но пляж-то не освещается, вот, поэтому вечером видишь только черное. Если, конечно, квартиру, только темноту, если квартиру, конечно, ты купишь с двумя выходами, да, с одной стороны, с другой стороны, с видом на море, то, понятное дело, там, то это будет, конечно, удобнее, то есть, будет второй, второй вид будет на море. Ой, господи, второй вид будет на город смотреть, да, город в огнях, и вечером это, в принципе, красиво. Так, значит, так, дождик был, немножко мокрый асфальт. Опять же, дождики, как я заметила, во Флориде идут почему-то ночью. Я не знаю, почему, но потому почему-то они ночью любят идти. Так, и вот опять облаками небо закрыло. Вот чисто зимняя флоридская погода, видите, облака такие, то есть, летом у нас облаков практически нет. Называют 365 дней в году, 360 из них солнечных и 5 дней пасмурных. Вот таким образом, вот так называют Флориду, ну, то есть, погоду во Флориде. Так, ну, немножко вот показала шторм, но надо же выйти именно на пляж. А выход на пляж я даже не знаю где, но будем искать. Будем искать. Вот направят территорию, когда зайдешь, начинаешь, конечно, крутить. Лучше на нее не заходить, лучше между домами пройти, и тогда, в принципе, найдешь выход к морю. Все здесь, конечно, сохраняется. Здесь уважают людей, и все это, то есть, люди просто вот так вот не валят на территорию этого дома, как я сейчас, чтобы попасть на пляж. То есть, ищут специальный выход на пляж для всех. Публичный-то, паблик, аксесс называется. Вот, поэтому уважают их, уважают их собственность, так скажем, да? Они же собственники этих квартир, поэтому они имеют право свой выход на пляж иметь. Ну, слушайте, такая пасмурная, ну, пасмурная такая погода. Такая пасмурная. Вот сюда, наверное, я выйду сейчас. Вот такие вот малюсенькие домики есть. Вот никто не живет, пустой совсем там. Я смотрю, какой-то там ремонт внутри. И трог подъехал, может быть, хозяин. Вот такие вот малюсенькие домики. Но пляжа почему нет? Почему, если они живут на севере, почему не иметь такую домишечку, такую домишечку на юге? Очень даже хорошо. И неважно, какого размера ты приехал, побыл там три месяца. Я имею в виду про пенсионеров. Я же говорила, что в Америке хорошо живут. Хорошо живут в смысле отдыхают много. И путешествуют много. Я имею в виду отдыхают в каком смысле, что могут куда-то поехать. Путешествуют пожилые люди. Вот. И почему нет? Почему им не иметь малюсенький крошечный домик? Часто русские, кто вот приезжает первый раз, когда видят вот такие вот малюсенькое такое жилье, да, и все время говорят, ой, ну как же, что-то вот такое маленькое. Но они просто не знают, что у людей несколько вариантов собственности. У тех, кто в Америке проработал, имеет нормальную пенсию, конечно, у них несколько квартир, так скажем, или дома какие-то квартиры. Я знаю людей, у которых в Калифорнии маленькая квартира, здесь квартира, а живут там где-то в Нью-Йорке, например, ближе к детям, например. Вот. Так, ну слушайте, вышли же мы, ну мы же вышли. Ой, даже замерзли птицы стоят. Как они замерзли. Смотрите, и на море пена. Такая пена. В принципе, спенилось прямо море. И такого серого цвета, такого серого цвета ветер дует. Вот с этой стороны я была в первом видео, когда я вышла, показывала вам бассейн. Вот этот вот дом, вот желтый, с соломенными крышами. Ну вот люди вот так вот одеты у нас. Мязачок с рукавами. Все любят ходить. Вот это мостик для фишинга, для рыбной ловли, для прогулок. На него выходишь, и он, безусловно, бесплатный. Там стоят иногда с удочками люди, иногда просто сидят на этом мосту. И очень удобно, кстати, не надо в песок заходить, да, если не хочешь заходить в песок пачкать обувь перед машиной, перед тем, как сядь в машину назад, то это хороший вариант. Вот. Так, вот такая вот стихия у нас. Вот. Заволокло все. И в воздухе чувствуется влажность, такая вот влажность. Днем, возможно, будет даже солнце. Здесь очень часто меняется погода. Возможно, будет солнце, и люди будут вот на этих лежаках, в принципе, даже и загорать без проблем. Лежаки эти принадлежат, конечно, вот этому дому. Они им пользуются. Вот. Ну, если я приду, например, на пляж ляжу, на этот лежак ничего страшного нет. Вот. Здесь это не отель, где там есть служащие, которые, может быть, следят за этим, вот, чтобы всем хватало. Вот. Здесь такого нет. Но, тем не менее, американцы не пользуются этим. Как-то они... Вот ненаглые они, понимаете, как-то они уважают, как-то их с детства приучают так, чтобы не лезть на чужую территорию. Ой, какой ветер, боже мой! Ветер какой! Ой! Но все равно красиво. Море в любую погоду красивое. В любую. Это тоже доминированно. Это чайки. Да. Наверное, чайки. Не знаю, они здесь такие у нас.